Чёрное зеркало Мы исследовали западный опыт, у нас были западные консультанты, но тем не менее, как часто бывает у нас в стране, естественно, всё делалось в последний момент. Мы пришли, запустили канал за два месяца, студию построили за месяц, всё произошло в рекордно сжатые сроки. И, как мне сказал на одной встрече, бах, когда вы всё закончите, пожалуйста, потом как-то приезжайте, поговорим с вами о том, как это вот в России вообще можно запустить канал за два месяца, построить студию за один месяц, вырваться в эфир и, в принципе, там остаться. Это, конечно, для даже западного мира такой уникальный опыт, потому что, ну, очень сжатые сроки. Мачтовый – это телеканал, который молниеносно ворвался на наши телеэкраны и завоевал свою аудиторию, специализируясь на настоящей спортивной журналистике и привлекая комментаторов, которые знают на деле, что же такое спорт и каково находиться на поле. К примеру может служить молодая звезда Евгений Савин или же всеми известный футболист Валерий Карпин. Когда вы включаете, собственно говоря, первый канал, вы видите Малахова, вы видите Нагиева, вы видите Ларису Гузееву, вы видите огромное количество людей, которые имеют разную интонацию и благодаря этой разной интонации в совокупности создают вот это полотно канала. К сожалению, на спортивном телевидении этого не было. Поэтому первое, что мы стали делать, мы стали, естественно, пытаться увлекать спортсменов телевидением. Ну, легенда о Гарри Линекере была первым, что мне рассказали, что, условно говоря, ну не хватает вот Гарри Линекера. Ну и, собственно говоря, тут началась наша охота за спортсменами. В конце встречи Тина сказала, что ее жизнь, пройдя все взлеты и падения, все еще похожа на американские горки. И идти в жизни всегда по прямой не стоит. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин